День с толком Смотрите в этом выпуске Лечитесь дома Почему женщина с пневмонией И положительным тестом на коронавирус Не может попасть в больницу Одной трассой больше В Алтайском крае появилась Еще одна дорога федерального значения Страшно красивые Или просто страшные Почему не всем барнаульцам нравятся Дворовые скульптуры В Алтайском крае более 100 пациентов Сейчас находятся в тяжелом состоянии Из-за коронавируса В основном это осложнения в виде пневмонии А также обострения хронических заболеваний Диабет, гипертония, проблемы с почками Также сегодня 35 человек Находятся на аппарате искусственной вентиляции легких И надо сказать, что за пару месяцев В регионе умерли уже 196 пациентов С диагнозом COVID-19 Всего заболели 8665 жителей края Сегодня прирост составил 134 человека Продолжают лечение почти 2000 зараженных Из них 886 в больницах Дома 1104 пациента Для лечения пациентов с коронавирусом Алтайский Минздрав намерен привлекать специалистов Из других регионов страны Это стало известно в ходе сегодняшней пресс-конференции С министром здравоохранения Дмитрием Поповым На фоне общего снижения заболеваемости По краю доля тяжелых пациентов Остается на высоком уровне Как отмечают эксперты Это связано с длительностью лечения Коронавирус протекает достаточно агрессивно И интенсивно поражает оба легких К слову, желающие, то есть люди без особых показаний Сдать тест на COVID могут только платно Исключения составляют прилетевшие из-за рубежа Пациенты с внебольничной пневмонией Пожилые люди, медработники и дети На эти цели в крае закуплены тест-системы На общую сумму 26 миллионов рублей Этого, по словам министра, вполне достаточно для региона Кочного фонда и денег, предусмотренных на непосредственное лечение Коронавирусных больных, также хватает Стоимость лечения зависит от степени тяжести пациента И мы сегодня знаем, что есть амбулаторные, стационарно-дому Так называемый вариант И это также оплачивается медицинским организациям И сумма может достигать 14 тысяч рублей За весь период наблюдения и лечения Но при этом больные с тяжелыми формами Ковидными пневмониями Кому потребовалось лечение в реанимации В том числе искусственной вентиляции легких Эта сумма может достигать более 180 тысяч рублей Девять кругов ада Все больше жителей края жалуются на то, что не могут добиться госпитализации По словам обратившихся в нашу редакцию Медики отказываются забирать в стационары людей с высокой температурой И положительными тестами на ковид О мытарствах больных и возможных причинах происходящего В сюжете Никиты Ермакова Это уже третий случай на нашей практике Дозвонившиеся в редакцию жалуются на медиков И буквально молят рассказать об их состоянии здоровья В надежде, чтобы последние все-таки оказали им помощь Два первых звонка поступили к нам еще на прошлой неделе Одна из женщин рассказала, что несмотря на отдышку И не спадающую высокую температуру Ей отказали в госпитализации Другая говорит, место в госпитале добиться удалось Но с боем Впрочем, в стационаре квалифицированной помощи Тоже пришлось ждать неделю Врач, у меня когда было плохо У меня была дикая отдышка Я ползку доползла до Кабинета Попросила медицинскую, чтобы она позвала врача Потому что отдыхалась Она сказала, что сегодня работает такая Ее словами Овца Она к вам не спустится Я говорю, почему? Потому что она не спускается к больным Я не могла дышать Я не могла ничего докрутиться Я говорю, принесите мне что-нибудь Подышать там Не бывает еще что-то Здесь в палате подведем кислород по идее Я говорю, где у вас кислород? Она говорит А это просто трубки выведены Сегодня еще одна молодая женщина из Барнаула Рассказала о своей не менее душесчипательной истории У Юлии наблюдается слабость и температура Потеряно обоняние и вкусовые ощущения После обращения в скорую, говорит девушка Ее соединили с участковым врачом Который меня отговорил несколько раз От вызова скорой Сказал, что по голосу у меня нет одышки Соответственно, у меня не ковид У меня, скорее всего, простое ОРВИ Но Юлия, волнуясь за свое здоровье и близких Все-таки вызвала скорую Но сотрудники экстренной службы ответили Вызывайте врача на дом Только он может принять решение о госпитализации По словам Юлии, вызывала три дня Как оказалось, регламент сегодня такой Врач вправе прийти к больному не в те же сутки А в течение трех дней Врач все-таки пришел, но тест на ковид не сделал Да и от прописанного лечения не полегчало, говорит женщина Она решила все-таки пройти тест самостоятельно То есть платно Он показал положительный результат То есть все врачи, которые мне говорили Нет, вы не болеете, не ходите Не собираете заразу по диагностическим И не вызываете скорую То есть все оказались неправы Вот такая у нас диагностика ковида на сегодняшний день То есть по голосу в трубке, что у меня нет Я не задыхаюсь, у меня нет одышки С просьбой дать направление на компьютерную томографию Себе и контактным лицам У Юлии маленький ребенок и пожилая мама Женщина позвонила заведующей терапевтическим отделением Девятой поликлиники Последняя объяснила Пока тест, сделанный в частной клинике Не будет подтвержден в Роспотребнадзоре Признать его результаты действительными нельзя В надзорном ведомстве результат подтвердили Но вопрос о госпитализации Юли так и остался открытым За разъяснением ситуации мы обратились в Минздрав Края Там, сославшись на постановление о методических рекомендациях О профилактике ковид-19 Перенаправили в Роспотребнадзор по региону В ведомстве, в свою очередь, в Институт эпидемиологии Края От сотрудников последнего ответа о том, почему людям приходится Проходить 9 кругов ада в поисках медицинской помощи Ответа тоже не дождались После повсеместного отказа от комментариев Невольно задумываешься над выводом К которому пришли обратившиеся к нам люди Они полагают, людей не кладут в больницу А лечат дома намеренно Ради занижения статистики по больным коронавирусам в регионе Никита Ромаков День с толком Администрация индустриального района пообещала жителям нового спутника в течение двух лет построить станцию, которая будет обеспечивать поселок водой Пока администрация пытается уговорить руководство компании «Алитан», в руках которой оказались все коммуникации, поставить более мощный насос, чтобы появилось хоть какое-то давление и приличная струйка из-под крана В новом спутнике более полутысячи домов, почти в каждом льется вода с песком и запахом протухших яиц Ломается техника, люди не могут нагреть газовый котел, просто-напросто не хватает напора воды При этом, когда люди заезжали в поселок, им обещали, техническая вода – временная неприятность При этом жители покупали участки на условиях, что в сумму участка уже входят все трубы – газопровод, водопровод, электричество Сейчас собственников обязывают платить за аренду сетей, которые построены на их же деньги и почему-то оказались в частных руках Администрация, которая вовремя не оформила сети в муниципальную собственность, на сегодняшний день ничего сделать с этим не может Если вода все-таки течет из крана, то она по-прежнему отвратительного качества, давление слабое, вода техническая Власти пообещали нам чистую воду не раньше, чем через два года 7 августа у жителей нового спутника состоится очередная встреча с чиновниками индустриального района На последней вскрылись неожиданные повороты мутной, как и сама вода, истории Надо тогда прокуратуре проверить, есть ли у них там на недра пользование, разрешение цели или еще что-то Нет, сегодня идет хищение, скажем так, недр этой компании Поэтому прощение можно инициировать, но до этого мы не делали этого А тем временем на этой неделе следователи огласят результаты проверки по Сибирской долине Правда, для этого жителям Сибирской долины сначала пришлось перекрыть Змейногорский трак, чтобы быть услышанными Напомним, в поселке тоже долгое время проблемы с водной стихией Жители утверждают, что владельцы водопроводных сетей произвольно ограничивают подачу воды, что нарушает права граждан Люди каждый год просят администрацию забрать бесхозные сети из частных рук Здесь вода тоже техническая, однако в квитанциях значится как питьевая И жители не согласны с высокими тарифами Точно такая же проблема и в поселке Черницк Ранее мы рассказывали, что жители тоже недовольны качеством воды и ее неадекватной стоимостью И, похоже, проблема стала тенденцией и упущением местных властей Например, жителям Новомихайловки навязывают станцию за 23 миллиона рублей для подготовки питьевой воды Чиновники и ресурсовики разводят руками, ничего не поделаешь Мы будем следить за развитием событий, а сейчас перейдем к другой теме В Алтайском крае одной федеральной трассой стало больше Правительство России включило в список дорог федерального значения трассу Барнаул-Павловск-Граница с Республикой Казахстан Трасса протяженностью более 385 километров проходит через пункт пропуска Клунда Она наряду с Чуйским трактом и дорогой А-322 является одной из самых загруженных в крае После смены статуса деньги на обслуживание и ремонт трассы будут поступать из Федерального дорожного фонда А значит, можно надеяться, что качество покрытия в скором времени значительно улучшится А отдельные участки будут капитально отремонтированы Сегодня в Барнауле стартовала приемка учебных заведений к новому учебному году В ближайшие две недели представители Минобра, Городского комитета по образованию, а также силовых ведомств МЧС проверят, насколько к началу занятий готовы школы и детские сады Всего под ревизию попадают около 300 организаций Комиссия проверит, соблюдаются ли в них требования пожарной безопасности Оценит техническое состояние зданий и благоустройство территорий Особое внимание с учетом новых требований эпидемиологической защиты, безопасности пребывания школьников Напомним, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов разрешил 1 сентября проводить традиционные школьные линейки Он также заверил, что массового продолжения дистанционного обучения в российских школах не будет Барнаульцы задались вопросом, кто во дворах создает странные, а порой даже жуткие, скульптуры Как выяснилось, в городе таких немало Наш корреспондент Мария Микшута в ходе подготовки материала составила топ подобных фигур И выяснила, каким образом они появляются Начинающая художница Полина в школе рисует то, что нужно А для нас сегодня изображает кота, как может Она тоже видела в соцсетях пост, как бы выглядели животные, придумая их ребенок Уж не на природу, но на искусство Скульптуру Полина родина спасегнула Я бы хотела поставить его где-нибудь около зоу магазина Я, наверное, ему дала в руки какую-нибудь маленькую подушечку Либо, допустим, какую-нибудь мышку При всей неказистости ее произведение вопросов бы не вызвало Жаль, что у барнаульских малых архитектурных форм эскизов часто нет Это чудо из подручных средств Играющих детей мы тут не увидели Скульптуры на детских площадках создаются для хорошего настроения ребятишек Ну, во всяком случае, так должно быть Вот это, например, судя по всему, баба и гай Невооруженным взглядом видно, создатели продумали все до мелочей Лавочки в парке Центрального района Они как будто говорят, не садись Двор на Советской улице и свой урфинджуз Отрицательный персонаж и сказки о волшебной стране и изумрудном городе За этим творчеством стоит дух Какой-то дух определенный Никаких баб-ежек Никаких, знаете, кощеев бессмертных То есть не должны пугать и не должны вселять страх детей А эту детскую площадку соорудили по адресу Доповская, 26 Украшают ее прибитые к дереву гвоздями мягкие игрушки И, судя по всему, уже не один сезон Скорее всего, свой досуг здесь проводят явно не дети По словам жителей, здесь частенько собираются любители вечернего променада Детей сюда играть не пускают Впрочем, они и сами не горят желанием А тебе не жалко игрушки, которые прибили гвоздями к дереву? Жалко Потому что с ними можно вообще Если не нравится, можно кому-нибудь отдать Конечно нет Во-первых, деревьям Вред наносится А во-вторых, где здесь играть? Посмотрите, что творится Цвалка какая-то Некрасиво Все под дождем облезло Вот дерево есть, дерево, конечно Это уже смотрится Дело в том, что дизайнерами двора и творцами фигур может выступить любой А там на свой художественный вкус Строгает, лепит, варит Для установки такой самодеятельности во дворах официальных разрешений не нужно Виктор как раз из таких умельцев Всю жизнь он занимается профессиональной резкой по дереву Недавно ему исполнилось 70 Но любимое дело не бросает, тем и живет На его счету тысячи деревянных скульптур Некоторые из них украшают улицы города И для дворов он тоже делал фигурки Вот только уверен, что браться за это любому все же не стоит Не каждому это и должно доверяться Например, как Если кто-то берется делать это И этого человека должны проверить Что-то там он должен показать Какие там эти вещи, все это Тема Естественно, эти страшилки не нужны В мэрии нам пояснили, что судьба спорных фигур во дворах в руках УК Правда и тут все решает большинство и чувство прекрасного каждого Жители другие могут иметь другое мнение И, соответственно, потребовать это снести И это без решения общего собрания должно быть сразу же снесено Второе, что управляющая компания за этим должна следить очень жестко За, собственно говоря, за безопасностью данных форм В мэрии также пояснили Будущее декоративных фигур, которые не состоят ни на чем балансе Тоже решают сами жители В законодательстве не запрещено возводить красоты на благо двора Это плюс Другой вопрос, чтобы красота не стала пугающей Мария Микшута, Илья Халяпин, День с толком Несмотря на молодой возраст, на его счету самые громкие уголовные расследования в крае Следующий сюжет об алтайском следователе, который за относительно недолгую карьеру Раскрыл сотни жестоких преступлений Наша съемочная группа в канун профессионального праздника следователей Встретилась и пообщалась с алтайским Шерлоком Холмсом Столмож, нанес удар Сколько ударов вы нанесли? Один Преступление против половой неприкосновенности Покушение на жизнь сотрудников полиции Убийство За 12-летнюю карьеру барнаульский следователь раскрыл десятки сложнейших дел И добился обвинительного приговора самым отпетым преступником В своем деле он профи, однако, когда включается камера Робеет, как мальчишка Сам как будто на допросе Оно и понятно К вниманию не привык С детства, наверное, я хотел стать юристом Ну и выбирал из юридических профессий И вот одна из профессий таких являлась следователем Проходя практику в следственных органах, мне эта профессия понравилась больше И я понял, что она мне больше по душе Рассказывать о себе не любит За следователя говорят его дела Одно из самых тяжелых в эмоциональном плане – преступления прошлого года Когда житель Славгорода хладнокровно задушил женщину и двух ее детей А тела закопал в лесополосе и залил бетоном После того, как вы накинули трос на шею Как вы стали трос продемонстрировать? Вот так Потребовались месяцы, чтобы выйти на след убийцы Доказать его виновность и добиться пожизненного заключения Был на этом раскаяние? Все-таки двоих детей убил Хладнокровно, задушен тросом Вот было раскаяние у него в глазах? Мне кажется, нет Упорство, целеустремленность и спокойствие Три золотых качества, которые помогают раскрывать преступления следователю Хотя спокойного в этой профессии нет ничего Были, поступали различные угрозы от лиц, которые привлекались к ответственности Но, как бы, оценивая эти угрозы, я делал для себя выводы, что они реальными не являются Потому что это больше, наверное, было, скажем так, крик души, наверное, их Следователь, как вы уже поняли, служит в четвертом отделе На работе он практически живет Того требует профессия Но на семью всегда находит время После тяжелого дня возвращается к супруге И пусть ненадолго, но забывает о преступном мире Сменяя его на уютный и добрый Валентина Аскерова, Илья Халяпин День с толком У меня на этом все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компании Валар До встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!